У библиотеки каникул не будет. Уже с 3 января зареченцев приглашают за хорошей литературой. Замечательные новогодние праздники и не менее замечательные новогодние каникулы – это отличное время для того, чтобы взять в руки книгу и насладиться чтением в уютной тишине. И в это время нам особенно хочется почитать что-то светлое, душевное – книги, которые помогут нам снова поверить, как прекрасен наш с вами мир. Таких книг на полках Центральной городской библиотеки немало. Взрослым здесь предложат разнообразные романы российских и зарубежных авторов. В преддверии праздников библиотечные фонды пополнились целой коллекцией популярных современных бестселлеров. А для маленьких читателей в детской библиотеке подготовили целые тематические книжные выставки. Книг огромное количество и в основном берут книги, которые любят сами родители. То есть это известные книги «По щучьему велению», «Морозка», «Мороз Иванович». Вот эти книги у нас пользуются самым большим спросом, потому что маленькие детки приходят в основном с родителями. Но современные тоже писатели сейчас много пишут о Новом Годе. И это мы можем назвать и Усачева, и Зощенко, и Драгунского. Тоже таких книг много. В основном эти все рассказы в сборниках у нас, новогодние сборники. А 5 января Центральная городская библиотека ждет маленьких и взрослых зареченцев на праздник в рамках городской акции «Дежурный по Новому году». С 12 и до 18 часов для всех желающих распахнет в свои двери наша творческая мастерская «Лепота». Здесь своими руками наши гости могут изготовить главный символ Нового года и, конечно, атрибуты нашего любимого новогоднего праздника. А еще в нашей мастерской можно будет порисовать, полепить, повырезать, поклеить. Кроме мастерской для гостей приготовили беспроигрышную викторину, праздничный квест «Лапы, уши, хвост» и новогодние селфи с Дедом Морозом и Снегурочкой. Еще раз приглашаю всех зареченцев. Приходите за порцией новогоднего настроения 5 января к нам в Центральную городскую библиотеку. Мы вас с удовольствием здесь ждем. Светлана Теплухина, Владимир Полищук, телерадиокомпания «Заречный».